Губернатор Алексей Гордеев совершил рабочую поездку в Бутурлиновский и Воробьевский муниципальные районы. Глава региона начал день с посещения социально-культурного центра «Импульс» в селе Гвазда Бутурлиновского района. Более чем за год было возведено современное двухэтажное здание со зрительным залом на 200 мест, библиотека с читальным залом, а также кинопроекционной и кружковыми комнатами. На днях «Импульс» был открыт и сегодня там уже активно занимаются и дети, и взрослые. Татьяна Александровна, местная здесь? А вы где-то учились сами? Да, я закончила педагогическую училищу. А направление вот это художественное? Да, художественное. Ну, здорово, прекрасно. Смотришь, таланты какие-то у нас. Конечно. Крамские появятся. В ближайшие годы в Бутурлиновском районе будут сданы в эксплуатацию еще несколько важных социальных объектов. Ход строительства двух из них – школы на 792 ученика и поликлиники Бутурлиновской ЦРБ на 500 посещений в смену – проинспектировал глава региона. Оба здания возводятся на площадке комплексного строительства социальных объектов. Предварительные сроки завершения объектов – 2014-2015 годы. В самой Бутурлиновке губернатор ознакомился с ходом благоустройства центральной части райцентра, в частности, площади Воля. В этом году площадь была выложена плиткой и благоустроен сквер. Бутурлиновский район ровно два года исполнилось, как мы избрали туда нового главу администрации. И важно было посмотреть, что за два года сделано. 20 лет район практически не развивался, ни одного нового объекта. И экономическая, и социальная часть, в общем-то, не просто отстала, а деградировала. За эти два года мы видим продвижение в Бутурлиновском районе. Начато строительство крупнейших объектов, в частности, школы, детский садик, который снимет очередь в городе. Затем физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Все эти объекты такие вот вводные буквально в следующем году. Благоустройство началось. Хотя мы сегодня обсуждали, конечно, те проблемы, которые имеются. Мы понимаем, что надо и решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дороги очень, развлетленная сеть дорог в Бутурлиновском районе. Ну, ряд других таких объектов, тоже накопившихся там, и больницы, поликлиники там, ну и тому подобного. Планы эти намечены. Мы с главой подвели результаты работы, в том числе посмотрели, как меняются села. То есть много чего интересного предстоит здесь, в Бутурлиновском районе, нам создавать. И в то же время есть и планы по инвесторам. То есть обсуждаются строительство конкретных новых предприятий и развитие действующих мощностей. Так что я удовлетворен посещением Бутурлиновского района. В Воробьевском муниципальном районе губернатор Алексей Гордеев побывал в районном доме культуры, где недавно завершилась реконструкция. Здание было построено в 1939 году и до 2012 года ни разу капитально не ремонтировалось. В рамках реализации долгосрочной областной целевой программы развития культуры Воронежской области в сентябре 2012 года была начата его реконструкция. Теперь на первом этаже расположен зрительный зал на 321 место, танцпол, кафетерий. На втором и третьем читальные и компьютерные залы, хореографический класс. ПЕСНЯ 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 Алексей Гордеев высоко оценил и профессионализм строителей, и грамотный проект. В фойе Дома культуры он вручил благодарственные письма губернатора Воронежской области пятерым строителям и рабочим, отличившимся при реконструкции Воробьевского Дома культуры. Завершая рабочую поездку, Алексей Гордеев провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора. Жители Воробьевского района пришли к главе региона с различными проблемами. Молодой агроном Виталий Путилин обратился к Алексею Васильевичу с проблемой сразу четырех населенных пунктов. В селах Затон, Солонцы, Мужичи и Рудня нет централизованного водопровода. Вода в частных колодцах у нас у каждого во дворе колодец уходит просто-напросто. Видимо, уровень грунтовых вод падает. Поэтому без центрального водоснабжения наши села никак не смогут жить. Много молодежи, детские садики, школы. Люди не торопятся уезжать из села. Поэтому я надеюсь, что губернатор поймет нашу проблему. Вернее, даже он уже понял эту проблему. Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы это все воплотить в жизнь. И все-таки, как говорится, дать второе дыхание нашим селам, чтобы все-таки села наши не исчезали с карты нашего района. В ходе встречи Алексея Гордеева с главой администрации района Андреем Пищугиным были рассмотрены проблемы района и основные направления его дальнейшего развития. Губернатор положительно оценил работу главы Воробьевской администрации, отметив, что поддерживает молодого и ответственного руководителя, активно работающего на развитие и процветание района. Если говорить о Воробьевском районе, такой классический сельский район, очень здесь трудолюбивые, непритязательные люди, при том, что, честно говоря, здесь нет такой уж современной инфраструктуры, которая бы показывала здесь и комфорт жизненный, и перспективу жизни. Поэтому тоже важно, как все это здесь поменять в лучшую сторону. И сегодня мы обсуждали, как сделать так, чтобы молодежь задерживалась, и была перспектива работы, и социальная сфера развивалась. Вот ввели культурно-образовательный центр, также говорили о том, как дать воду людям в следующем году, уже исходя из наличия проектной смертной документации. Так что поездим по районам и с большим удовольствием еще и наметим планы на следующий год. Слава Богу, мы, несмотря на уже такие ощутимые экономические трудности, не останавливаем строительство, и то, что говорили пару лет назад, шагнуть в крупные села, где жители 2000 и более с инфраструктурой, этот процесс уже пошел. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok